Всем привет! Я подготовила для вас подробное содержание 40 серии сериала «Постучись в мою дверь в Москве». 40 серия вводит на портале ОКО 18 апреля. Новая серия начинается с того, что Сергей в офисе, собрав всю команду, объясняет ситуацию с отцом и новым владельцем акций. Теперь у самой компании перестановки и появляется совершенно другой владелец. Он рассказывает, что акции выкупил известный дизайнер Руслан Фалькон и что сегодня он приедет к ним в офис. Также Сергей просит помощи у команды держаться вместе и поддерживать друг друга. Тем временем в офисе приходит Алина. Она расстроена и жалеет о том, что продала акции. Следом за ней появляется и Филипп. Нагло заходит в кабинет Сергея, заявляя, что у него 5% акций. Он может сидеть, где хочет. Сергей в ярости выгоняет Филиппа со своего кабинета. Андрей в больнице говорит Жане Ивановне, что хочет рассказать Сергею все о родителях Саши. Жанна Ивановна понимает, что Сергей не простит это Андрею и предлагает сделать это самой. Тем временем в офис приезжает новый владелец компании, Руслан Фалькон. Он сразу производит приятное впечатление на остальных сотрудников фирмы. Команда Сергея в восторге от Фалькона. Это молодой, красивый, обаятельный парень. Он всех покорил своей простотой и отзывчивостью. Во время знакомства с Сашей он отдельно отметил красоту девушки. А дома Жанна Ивановна и Нина пытаются наладить отношения. Они едят торт и мило болтают. Фалькон в офисе подписывает первый документ, а Сергей сразу предлагает ему продать свои акции. Руслан отказывает Сергею, а Филипп остается его советником. Алина задает множество вопросов Фалькону, на что Филипп задает ей встречный вопрос, кто она такая для холдинга. И Сергей делает заявление, представляя Алину своей правой рукой и помощником руководителя. Тем временем девушки в офисе в восторге от Руслана и уже делят жениха. Они начинают носить ему кофе в офис и проливают его на парня. Фалькон хочет разместиться в офисе Сергея. Теперь они все будут работать в стил-арт. Алина говорит, что не выдержит этого, но Сергей уверяет ее, что она ему нужна. И эту фразу слышит Саша. Саша и Сергей хотят провести время вместе и поехать на дачу. Тем временем Фалькон выбирает себе место для работы в офисе и решает разместиться среди рабочих. И, конечно же, выбирает место возле Саши. Сергей начинает ревновать девушку к Руслану. Напишите в комментариях, стоит ли Сергею ревновать Сашу. И вообще, может ли быть что-то между Сашей и Русланом. А между Светой и Филиппом пробегает искра. Они случайно встречаются в холдинге и Света говорит ему, что он классный парень. Руслан продолжает сидеть возле Саши и рассказывать ей всякие рабочие истории. Сергей не доходит себе места. Тем временем Саша приходит к Сергею и говорит, что она подумала и решила, что ему лучше быть с Алиной, а ей одной. Это все из-за того, что она видела их сегодня и слышала их разговор. Но Сергей клянется, что Алина никогда не станет между ними. На этом и заканчивается серия. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал. Приятного просмотра!